Добрый день! Мы приветствуем вас на сегодняшнем 146-м вебинаре цикла RAEX Sustainability. Меня зовут Гречана Анастасия, я руководитель СЖ-департамента рейтингового агентства RAEX. Со мной сегодня мои коллеги Елизавета и Маша, и мы сегодня поговорим о оценке социальных факторов нашей новой методики. Для начала я хотела бы сказать несколько слов о том, что такое агентство RAEX. Свою экспертизу в области СЖ мы начали в 2013 году, тогда в Германии, в городе Франкфурте появилось это агентство. За это время мы оценили большое количество компаний, сформировали рэнкинги регионов, из же рэнкинги регионов, из же рэнкинги компаний, провели верификацию первых зеленых облигаций. В 2022 году экспертиза из Германии была перенесена в Москву, и сейчас мы находимся в Москве здесь. В 2023 году произошло одно событие важное для нас. Мы запустили индекс совместно с московской биржей, и сейчас на основе нашего рэнкинга формируется индекс. В 2023 году также был реализован ряд инициатив как российскими, так и международными регуляторами, и в связи с этим мы решили пересмотреть нашу методику. Поподробнее мы сегодня об этом как раз поговорим. Какие же изменения произошли в нашей методике? Во-первых, в соответствии с требованиями ФРС мы усилили значимость оценки рисков, мы ввели уникальные показатели, внедрили принцип двойной существенности. Мы сейчас проводим оценку климатических, переходных и физических рисков, оцениваем процесс в отношении предыдущих периодов. В соответствии с требованиями Центробанка мы оцениваем прозрачность и регулярность раскрытия данных, оцениваем использование международных стандартов. Кроме этого, мы оцениваем усилили значимость показателей биоразнообразия тем, что добавили оценку землепользования. Есть еще определенные инновации, которые не относятся к требованиям ЦБ или ФРС. Это уже наши нововведения. Мы добавили территориальные риски. Кроме этого, мы оцениваем мероприятия сверхустановленных законодательством. Мы оцениваем деятельность в особо охраняемых природных территориях. Кроме этого, мы изменили факторы, показатели и метрики. И как это мы сделали, мы расскажем сегодня подробнее. Мы ввели ряд уточнений, которые появились ввиду запросов со стороны клиентов. Мы раскрыли подходы к оценке достижения эффективности, детализировали понимание политики и программы и ввели такое понятие, как актуальность нефинансовой отчетности. Мы говорим о том, когда отчетность нефинансовая имеет свою актуальность, и когда она ее уже теряет. Кроме этого, мы дали некоторые пояснения по верификации, кто может быть верификатором. Об этом подробно мы говорили на предыдущих наших вебинарах. Можете посмотреть. Здесь, на этом слайде, можно сейчас увидеть то, как выглядит наша методика в целом. Что здесь важно? Что наша оценка имеет несколько компонентов. То есть это интегральный ESG рейтинг. У нас есть экологический фактор, социальный фактор и фактор управления. Кроме этого, наше новое нововведение, наши новые уникальные показатели сейчас могут быть как экологическими, социальными, так же они могут относиться и к управлению. Сегодня мы рассматриваем социальные показатели, поэтому про уникальные социальные показатели расскажет вам сегодня Мария. У нас также важно то, что наша модель чем-то похожа на матрешку. Она имеет иерархическую структуру. То есть фактор, он состоит из разных показателей, показателей из метрик. Вот сегодня мы поговорим о социальном факторе, который состоит из показателей, которые называются кадры, и заинтересованные стороны. Какие метрики туда входят, расскажет Елизавета. У нас наши метрики формируются в каналы влияния. Это может быть управление и стратегия, риск менеджмент и достижение эффективности. Когда присвоена оценка определенному показателю, из него может убираться определенный процент, если была какая-то спорная ситуация. О том, как мы оценим спорную ситуацию, мы тоже рассказывали подробнее. Кроме этого важно то, что у нас есть тонкая настройка веса через риски. У нас есть риск страны, есть риск отрасли, еще сейчас появились территориальные риски, и таким образом формируется риск компании. Подверженность риску может быть низкая, средняя, высокая. Именно это определяет, насколько тяжелым будет оценка по тому или другому показателю. Сегодня мы говорим про социальные факторы и про то, какие метрики входят в управление и стратегию, какие метрики входят в риск менеджмент и достижение эффективности. Из этих трех компонентов, из каналов влияния, самым тяжелым является достижение эффективности. Это те цифры, которые компании раскрывают. Мы смотрим на динамику, мы смотрим на соотношение со средними показателями по отрасли и так далее. Это для нас самое важное при оценке компании. Вторым по значимости является риск менеджмент, и 20% мы выделили на управление и стратегию. В прошлой методике аналогичный показатель весил только 10%. То есть в какой-то степени этот компонент стал весить больше. Но сейчас я передаю слово Елизавете. Елизавета. Коллеги, всем добрый день. Рада приветствовать вас еще раз на нашем презентации новых методических подходов оценки социальных показателей. Хотела бы начать об основных изменениях в структуре социальных факторов. Для начала хотела бы рассказать о реструктуризации блока «Человеческий капитал». Дело в том, что мы разнесли определенные метрики по другим факторам. Теперь метрика «Коллективный договор» будет оцениваться в блоке «Право человека», а метрика «Оценка условий труда» будет оцениваться в блоке «Охрана труда». Подробнее об этом расскажем в каждом из метрик. Также произошла реструктуризация четырех блоков и стало деление уже на два. А именно, как сказала Анастасия, кадры и заинтересованные стороны, в каждом из которых есть свои показатели. А также теперь блок «Портфель социальных активов» стал у нас уникальным показателем и будет оцениваться только в рамках банковской отрасли. Ну, а теперь давайте перейдем к основным базовым показателям социальной оценки. Как я и сказала, в кадрах у нас будет оцениваться пять показателей, а именно охрана здоровья и безопасность труда, привлечение удержания талантов, разнообразие и инклюзивность, социальные льготы и права человека. А в заинтересованном стороне мы отнесли местные сообщества и цепочки поставок. Важно отметить, что управление стратегией риск-менеджмента достижения эффективности это все является нашими каналами влияния, и они также будут оцениваться в рамках каждого из показателей. Давайте перейдем к каждому показателю подробнее, а именно к охране труда и здоровья. В рамках данного показателя оценивается качество корпоративной политики и программ по охране здоровья и безопасности труда. Мы также заявляем и хотим увидеть о выявленных рисках, связанных с охраной безопасности труда, а также мерах или мероприятиях по их снижению. Метрики данного показателя учитывают наличие смертельных случаев и динамика относительных значений травматизма. Хотела бы также напомнить, что политика для нас – это верхнеуровневый документ, направленный на уменьшение рисков или использование возможностей, которые находятся среди политики. Политика должна содержать временное ограничение, то есть горизонт планирования, терминологию, ключевые принципы, генеральные мероприятия, а также отсылки к другим документам, описывающим внутренний механизм, процедуру соглашения по поддержке устойчивого развития предприятия. Также хотела бы напомнить о том, что мы внесли уточнение в рамке терминологии программы. Для нас это стало стратегическим документом, включающим набор действий, который объект рейтинга планирует осуществить в заявленный период. Для реализации обязательств политики должна содержать измеримые краткосрочные и долгосрочные цели, описание мероприятий, которые направлены на достижение этих целей, а также установленные КПЭ для руководства и ответственных лиц. Программа для нас может быть как оформлена в рамках отдельного документа, также она может содержаться среди годового отчета или нефинансовой отчетности. Хотела бы рассказать чуть-чуть подробнее о мероприятиях по снижению рисков, которые входят в наши подфакторы. Например, HOS-сертификация по ISO 45001-2018 или аналоги ей, чтобы она была больше, чем в 50% от организации. Также мы хотели бы увидеть, что было обучение или тренинги по охране труда, прописан бюджетные мероприятия по охране труда и основ безопасности, а также описаны результаты мероприятий по данным тренингам или каким-то другим мероприятиям. Хотела бы дальше рассказать про привлечение и удержание талантов, а также, как и в предыдущих метриках, у нас используется политика по привлечению и удержанию персонала и вместо программы мы используем также политику по награждению и признанию достижения сотрудников. Хотела бы отметить, что это могут быть как два разных документа или называться немножко иначе, или также это могут быть документы, которые входят в социальную политику или один документ, который содержит два данных раздела. К каналу влияния риск менеджмента мы относим оценку рисков, связанных с привлечением и удержанием сотрудников, а также мероприятия по снижению данных рисков, которые также должны будут прописаны. В канал влияния достижения эффективности мы оцениваем оценку добровольной текущей кадров компании, то есть мы предполагаем, что компания раскрывает данные, и эффективность найма персонала. В эффективность найма персонала у нас также участвуют определенные подфакторы, которые мы также раскрываем. Например, наличие карьерного портала на сайте организации с возможностью отклиться на вакансию, так, чтобы он был удобен как для сотрудника, так и для человека, который хочет податься на данную вакансию. Определенные совместные программы с университетами или учебными заведениями, или реализация корпоративных программ, то есть не просто проведение дня открытых дверей совместно с университетами. Третье – это наличие программ для карьерного роста среди компаний, то есть определенные мероприятия или точки роста, а также наличие программ для внутреннего кадрового резерва. Еще раз повторю, что в рамках данного это оценивается эффективность найма персонала как подфакторы. Давайте перейдем к такому метрике, как разнообразие и инклюзивность. В данном разделе у нас существует только программа по разнообразию и инклюзивности. Мы решили убрать отсюда понятие политики, так как разнообразие и инклюзивность и политика по данному блоку может входить как в социальные аспекты политики компании, так и может иметь отдельный документ. Канал влияния риск-менеджмента предполагает мероприятие по поддержке разнообразия и инклюзивности у компаний, а также мы хотим увидеть, какое количество трудоустройства людей с инвалидностью на предприятии или организации, а также рейтингового объекта. То есть мы предполагаем, что компания раскрывает данные по этому блоку. В рамках канала влияния достижения эффективности мы смотрим на долю женщины структуры персонала, наличие обучения или тренингов по вопросам разнообразия и инклюзивности, а также хотим увидеть, как и в предыдущих блоках, результаты мероприятий по поддержке разнообразия и инклюзивности, описанные в полной мере, чтобы получить полную оценку. Давайте перейдем к такому блоку, как социальные льготы. Здесь мы предполагаем, что у компании есть политика, ориентированная на предоставление социальных льгот сверхгарантированных законодательством. Опять-таки, это может быть представлено в рамках отдельного документа или в рамках социальной политики одним общим документом с определенными разделами. Также в данном блоке у нас нет такого канала влияния, как риск-менеджмент. Мы решили оставить здесь только канал влияния достижения эффективности. Здесь мы рассматриваем расходы на социальные выплаты, а также оценку социального пакета. Хотела бы рассказать немножко подробнее о оценке социального пакета, который также имеет определенные подфакторы, а именно 5. Для начала мы оцениваем наличие медицинского страхования или ДМС, чтобы оно распространялось на всех сотрудников. Также наличие программ по поддержке здоровья санаторно-курортного лечения, наличие программ или льгот при выходе на пенсию сверхгарантированных законодательств. Также мы хотим увидеть описание культурных или спортивных программ для своих сотрудников, а также прочие или дополнительные льготы для сотрудников и их семей, которые будут расписаны в полной мере для полной оценки на единицу. Хотела бы также отметить, что данные подфакторы у нас бинарные, то есть если у нас есть наличие, то ставится оценка единица. Если данные о компании в рамках данного подфактора отсутствуют, например, наличие медицинского страхования отсутствует среди всех сотрудников, поставляется ноль. Переходим к следующему большому блоку, это права человека. В рамках канала влияния у нас оценивается политика в управлении стратегией. Здесь у нас нет программы. Но мы хотели бы увидеть, что в рамках политики по правам человека будет отражена приверженность к предотвращению дискриминации. Также она отражает предотвращение неравной оплаты труд за равный труд. Или компания признает права своих работников на свободу. Также в рамках канала влияния риска менеджмента компания отчитывается о соблюдении прав человека и мероприятия по снижению рисков в области прав человека, как и было сказано ранее. Также мы оцениваем канал влияния достижения эффективности в рамках прав человека, такие как оценка соблюдения прав человека и доля сотрудников, охваченных коллективным трудовым договором. Как я и говорила в самом начале, данная метрика была перенесена и реструктуризирована. Также хотел бы вам напомнить, что политика, как и в любых других разделах, оценивается не бинарно, то есть в рамках от одного до единицы. Ноль, когда политика отсутствует как в рамках отдельного документа, так и в рамках любого другого социального документа, и нет никаких заявлений SEO или топ-менеджмента ни на сайте, ни на финансовой отчетности или годовой отчетности. На 0,25 мы оцениваем, если компания сделала определенные заявления, но в рамках одного предложения на сайте или годового отчета, или не финансовой отчетности, но это недостаточно на оценку полбала. В полбала мы можем оценить, если компания сделала определенные заявления, но все равно их недостаточно для просмотра данной политики на верхнеуровневый документ. На 0,75 мы можем оценить, если у компании в рамках данной политики есть обновление, но оно было больше, чем 5 лет назад. На полный балл мы уже оцениваем, если компания соблюдала все предыдущие оговорки и политика была обновлена менее 5 лет назад. Давайте перейдем к другому блоку, заинтересованные стороны, в который входят местные сообщества и цепочка поставок поставщиков социальных показателей. Местные сообщества у нас также оцениваются по трем каналам влияния. Управление стратегией, риск менеджмент, достижение эффективности. В управлении стратегией мы ожидаем политику по взаимодействию с местными сообществами и программу, которая включает инвестиции, направленные на поддержку местных сообществ. В рамках риска менеджмента оценка рисков, связанных с взаимодействием с местными сообществами, а также мероприятие по снижению данных рисков. В достижении эффективности, как было сказано ранее, мы ожидаем увидеть какие-то количественные показатели, то есть ожидаем, что компания раскрывает их, либо выезжает датабук, либо приводит их в рамках нефинансовой отчетности. Здесь мы сделали определенное уточнение, так как мы хотим увидеть расходы или инвестиции на развитие местных сообществ к выручке за оцениваемый период. А также мы хотим увидеть инициативы, направленные на поддержку местных сообществ, чтобы они не вредили и не было никаких негативных случаев. Также я вам хотела бы напомнить, что для нас местные сообщества определяются как отдельные лица или группы лиц, живущие и работающие в районах, которые затронуты или могут быть затронуты деятельностью рейтингового объекта, компании и так далее. Местное сообщество может парироваться от тех, кто живет рядом с деятельностью организации, до тех, кто живет и на расстоянии. В связи с тем, что деятельность и инфраструктура рейтингового объекта могут оказывать значительное как экономическое, социальное, культурное и экологическое влияние и воздействие на местное сообщество, рейтинговый объект должен предвидеть и избегать негативные воздействия на местное сообщество. Создание своевременного и эффективного процесса выявлений и вовлечения заинтересованных сторон важно для того, чтобы помочь организациям понять увязвимость местных сообществ и то, как на них может повлиять деятельность организации. Как я сказала ранее, мы уже оцениваем достижение эффективности в рамках расходов, но хотела бы также дать огласку, что такое для нас инвестиции в местные сообщества. Под объемом инвестиций в местные сообщества понимаются расходы, осуществленные за отчетный период. Рейтинговый объект может рассчитать инвестиции в сообщество как добровольное прожертвование плюс вложение средств в более широком сообществе, где целевым бенефициаром или конечным потребителем является внешний по отношению к организации компании или определенные люди, например. Добровольное пожертвование и инвестиции средств в более широкое сообщество, где целевые бенефициары являются внешним по отношению к организации. Такие могут включать как взносы просвещения в области охраны, здоровья и защиту прав в сфере здравоохранения, средства на поддержку и адаптацию социально незащищенных групп граждан, расходы на социальные программы, включая художественные и образовательные мероприятия, расходы на проекты в научной области, расходы на экологические и зоозащитные проекты, а также расходы на спортивные мероприятия и проекты. Опять-таки это может этим не ограничиваться, это один из наших примеров. Давайте перейдем к следующему блоку «Социальные риски и цепочки поставок». Здесь у нас также есть три канала влияния. В управлении стратегией мы оцениваем мониторинг поставщиков по социальным вопросам и программы взаимодействия с поставщиками по социальным вопросам. То есть мы предполагаем, что есть программы с прописанными KPI, достижением цели, которые также оцениваются не бинарно. А вторым каналом влияния у нас есть риск-менеджмент, где мы предполагаем, что компания делает оценку рисков, связанных с социальными показателями цепочки поставок, а также делает мероприятия по снижению рисков социальных показателей в цепочке поставок. Ну и достижение эффективности у нас осталось таким же, как и была в предыдущей методике. Это оценка управления социальными рисками в цепочке поставок, куда входит упоминание в СМИ, а также наличие или отсутствие отчетности компании о том, что нарушений в цепочке поставок по социальным вопросам отсутствуют. А на этом моя часть в социальном блоке завершается. Хотела бы передать слово Марии, которая расскажет о уникальных показателях в рамках социального блока. Спасибо. Благодарю, Елизавета. Добрый день, коллеги. Я расскажу про уникальные показатели, которые мы будем оценивать в социальном блоке. Уникальный показатель – это показатель, который был выделен нами на основе отраслевых стандартов САЗБИ. Это показатель, который позволяет учесть в оценке значимые риски для компаний, которые раньше нами не учитывались, для компаний, которые ведут свою деятельность в определенных отраслях. Оценка уникальных показателей призвана сделать и джипрофи компании более индивидуальным. Поскольку стандарты САЗБИ являются международными, выбор параметров для оценки уникальных показателей осуществлялся с нами с учетом российских реалий. Всего у нас 27 уникальных показателей по количеству подотраслей. Мы оцениваем уникальные показатели, которые относятся к социальной оценке, у 10 подотраслей. Сейчас подробнее расскажу о том, у каких подотраслей мы будем оценивать социальные уникальные показатели. Они оцениваются по той же структуре, по какой оцениваются базовые показатели, то есть управление через следующие каналы влияния на ESG риски, то есть управление стратегией, риск менеджментом и достижение эффективности. Начнем с трех подотраслей, у которых будет оцениваться уникальный показатель здоровья и безопасности сотрудников. Если говорить о машиностроении, то работники промышленных предприятий сталкиваются с высокими рисками для здоровья и безопасности, и создание эффективной культуры безопасности на рабочем месте имеет решающее значение для активного предотвращения инцидентов, связанных с промышленной безопасностью. Внедрение надежных протоколов безопасности, включая регулярную отчетность, расследование инцидентов, сопровождение культуры промышленной безопасности среди сотрудников, могут потенциально повысить производительность в долгосрочном перспективе. Также мы будем оценивать этот показатель у отрасли железнодорожной транспортировки. Перевозка груза по железной дороге сопряжена с риском аварии. Это может нести вред здоровью и благополучию сотрудников, а также оказать негативное финансовое воздействие на организации. Например, снизить производительность труда и увеличить текучесть кадров. Здоровые сотрудники высокой культуры безопасности и тщательный систематический подход к управлению промышленной безопасностью, программы управления рисками, включая готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них, могут помочь снизить вероятность масштаба железнодорожных аварий. Если говорить о подотрасле авиаперевозки и логистика, то сотрудники данной отрасли могут подвергаться высоким рискам промышленной безопасности, в том числе несчастным случаям, вызванным механическим поломком или человеческим фактором. Такие инциденты могут снизить производительность труда и, следовательно, доходы компании, а также увеличить текучесть кадров, если сотрудники будут считать, что их безопасность и благополучие не являются приоритетными для компаний. Организация может смягчить эти последствия, обеспечивая надлежащую защиту и обучение сотрудников, также обеспечить безопасное функционирование механического оборудования и создав также культуру безопасности на рабочем месте. Для этих трех подотраслей данный показатель будет оцениваться последующим метриком. В управлении стратегией мы будем смотреть, устанавливает ли компания какие-то КП по промышленной безопасности для менеджмента. Также мы будем смотреть, оценивает ли компания риски, связанные с нарушением техники безопасности, какие мероприятия она проводит по снижению этих рисков. В достижении эффективности мы будем смотреть, отчитывается ли компания о количестве сотрудников, прошедших обучение по охране труда и промышленной безопасности. Следующие у нас подотрасы лет авиакомпании, то есть пассажирские перевозки. Здесь речь идет о пассажирских перевозках. У них мы будем оценивать управление несчастными случаями и безопасностью, так как безопасность пассажиров имеет первостепенное значение в индустрии авиаперевозок. Несмотря на то, что самолеты являются одним из самых безопасных видов транспорта, к авиакомпаниям предъявляют очень высокие стандарты безопасности, и потребители ожидают от них безаварийной работы. Инциденты или нарушения правил безопасности полетов могут оказывать долгосрочное влияние на репутацию компании, приводить к снижению спроса со стороны пассажиров, что отрицательно сказывается на доход. Не менее важно также своевременное и техническое обслуживание самолетов, которое поможет компаниям свести к минимуму вероятность авиации. Данный показатель мы будем оценивать по следующим метрикам. В управлении стратегией мы будем смотреть, имеет ли компания политику в области безопасности полетов. В риск-менеджменте мы будем смотреть, как компания оценивает риски, связанные с безопасностью полетов, и какие мероприятия она проводит по снижению этих рисков. В достижении эффективности мы будем смотреть, отчитывается ли компания об уровне безопасности полетов. Я, наверное, хочу прояснить, что это за такой показатель уровня безопасности полетов. Это отношение числа авиационных событий с учетом доли их влияния на безопасность полетов в целом к налету часов по парку воздушных судов, которые есть у авиакомпании. Дальше мы переходим к следующей подотрасли – это автомобильные перевозки. Эта отрасль сталкивается с проблемами также найма удержания водителей и обеспечения надлежащих безопасных условий труда. Подобная работа требует от водителей больших усилий. Они могут проводить за рулем долгие часы, не досыпать, и в целом эта работа оказывает негативное влияние на их здоровье. Эти факторы в сочетании с высоким уровнем травматизма и возможности профессиональных заболеваний могут затруднять набор новых водителей и затруднять удержание имеющегося персонала. Компании, которые предлагают лучшие условия труда и безопасные условия труда, могут выиграть от снижения типучести кадров и повысить свою производительность. Данный показатель будет оцениваться по следующим метрикам. В управлении стратегией мы будем смотреть, имеет ли компания политику в области улучшения условий труда для водителей. В целом эта политика может являться составной частью какой-то более обширной политики по обеспечению условий труда, надлежащих условий труда. В риск-менеджменте мы будем смотреть, оценят ли компания риски, связанные с условиями труда водителей, и какие мероприятия компания проводит по снижению этих рисков. В достижении эффективности мы будем смотреть, имеет ли компания специальная система отслеживания состояния водителей. Например, один из примеров – это могут быть датчики-тохографы, установленные в автомобиле. Следующий показатель безопасности и качества продукции у нас будет оцениваться в двух подотраслях – это сельскохозяйственная продукция и розничная торговля продуктами питания. Поддержание качества и безопасности продукции для обеих этих подотраслей имеет решающее значение, поскольку продукция ненадлежащего качества может представлять опасность для здоровья людей. Загрязнение или порча продуктов питания может произойти на любом этапе цепочки создания стоимости, включая производство, переработку, транспортировку, распространение и розничную торгу. Получение сертификатов безопасности пищевых продуктов или обеспечение соответствия поставщиков требованиям безопасности пищевых продуктов может помочь предприятиям этих двух подотраслей нивелировать риски, связанные с безопасностью продуктов питания, которые они производят и распределяют. Также это поможет донести информацию до покупателей о качестве своей продукции. Данный показатель у нас будет оцениваться по следующим метрикам. В управлении стратегией мы будем смотреть, имеет ли компания политику, в которой заявляется о соблюдении высоких стандартов безопасности и качества продуктов питания. В риск-менеджменте мы будем смотреть, оценивает ли компания риски, связанные с безопасностью продуктов питания и какие мероприятия она проводит по снижению этих рисков. В достижении эффективности мы будем смотреть, предоставляет ли компания заключение по сертификации качества продуктов питания, ИСО 22000, либо любую другую сертификацию продукции сверхнормно установленной законодательности. В следующем подотрасле у нас является розничная торговля. И у нее уникальный показатель – это закупка, упаковка и продажа товаров. Предприятия многопрофильной и специализированной розничной торговли продают широкий спектр товаров, включая электронику, одежду, предметы интерьера, косметику и многое другое. Эти предметы в течение жизненного цикла могут оказывать различное влияние на окружающую среду и общество. Привлечение ответственных поставщиков и использование стандартов сертификации товаров – это стратегии, которых обычно придерживаются в предприятии данной отрасли. Данный показатель у нас будет оцениваться по следующим метрикам. В управлении стратегией мы будем смотреть, предоставляет ли компания дополнительную сертификацию сверх нормы, установленные законодательством. В управлении рисками мы будем смотреть, как компания оценивает риски, связанные с безопасностью товара, и какие мероприятия компания проводит по снижению этих рисков. В достижении эффективности мы будем смотреть, раскрывает ли компания процент товаров, которые были сертифицированы сверх нормы, установленные законодательством. Следующий подобный выросли у нас является биотехнология фармацевтика. Она новая для нас, у нас раньше такой не было. У нее мы будем оценивать безопасность участников клинических исследований, так как это является важнейшим компонентом способности компании успешно вывести продукцию на рынок. Биотехнологические и фармацевтические компании, которые эффективно управляют клиническими исследованиями, могут повысить свою акционерную стоимость за счет доходов, связанных с выпуском новых продуктов. Данный показатель у нас будет оцениваться по следующим метрикам. В управлении стратегией мы будем смотреть, заявляет ли компания соблюдение стандарта GMP. В риск-менеджменте мы будем смотреть, оценивает ли компания риски, связанные с безопасностью участников клинических исследований, и какие мероприятия компания проводит по снижению этих рисков. В достижении эффективности мы будем смотреть, отчитывается ли компания о числе смертных случаев, среди участников клинических исследований. И последнее у нас на сегодня подотрасль – это электронная коммерция. У нее мы будем смотреть конфиденциальность данных и рекламные стандарты, то есть как данные клиентов используются в рекламе. Мы считаем этот показатель важным, так как организации, занимающиеся электронной коммерцией, имеют доступ к информации о потребителях, включая финансовую информацию, историю покупок, их основные демографические данные, ну или то, что называют персональными данными. Компании, работающие в этой отрасли, должны соблюдать баланс между двумя противоречащими друг другу приоритетами для себя. То есть, с одной стороны, они как бы стремятся, конкурируют за возможность использовать данные для предоставления пользователям релевантных услуг и, соответственно, стремятся повысить свою прибыль. С другой стороны, тот факт, что организация имеет доступ к широкому спектру персональных данных вызывает обеспокоенность пользователей и общественности по поводу неприкосновенности частной жизни. Эффективное управление в этой области может принести выгоду компании за счет повышения доверия и лояльности пользователей. И данные показатели у нас будут оцениваться по следующим метрикам. В управлении стратегией мы будем смотреть, заявляет ли компания о неиспользовании персональных данных для таргетированной рекламы. В риск-менеджменте мы будем смотреть, как компания оценивает риски, связанные с использованием персональных данных, и какие мероприятия проводятся по снижению этих рисков. В достижении эффективности мы будем смотреть, имеются ли у компании каналы жалоб, для клиентов на навязчивую рекламу. На этом у меня все. Мы благодарим вас за внимание. Приглашаем вас на наш следующий вебинар, который состоится в следующую среду, 20 марта. На нем будем обсуждать оценку управленческих показателей. Сейчас мы постараемся ответить на ваши вопросы. Если мы что-то не успеем ответить, то мы просим вас написать нам на нашу почту, и тогда мы сможем дать вам обстоятельный ответ. Спасибо, Мария. Я думаю, здесь вопрос от Павла больше относится к моей части. Давайте его зачитаю. В социальных рисках цепочка поставок мероприятия должны проводиться внутри компании или на стороне подрядчиков. Мы оцениваем о том, как компания узнает или оценивает со стороны подрядчиков данные о их социальных вопросах. То есть мы хотим увидеть, что компания заботится о благосостоянии в социальных вопросах своих подрядчиков. То есть она следит за ними как на моменте до подписания договора, так и на моменте после подписания договора, что мы подразумеваем под словом «мониторинг». То есть будем ожидать от компании, что они будут отчитываться в полномасштабном режиме о каких-то социальных вопросах. Например, мы также можем принять как нарушение прав человека, то есть идет ли учет со стороны подрядчика и предоставляются ли эти данные компании, с которыми она работает, или любые другие социальные вопросы. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. А коллеги, если вопросов пока что на данный момент нет, как сказала моя коллега Мария, а нет, после вопросов нет, если у вас они все же появятся, будем рады ответить на них по почте, которая представлена на экране. И еще раз напоминаем, что 20 марта будет презентация финальной части, части управленческой в рамках методологии, изменения методологии. Спасибо еще раз, что пришли к нам и то, что нас послушали. Будем ждать вас снова. Спасибо.